...должно быть обращено к жертвам коронавируса, поэтому я не хочу... Коронавирус в России, как и во всем мире, поражает и убивает людей. Правительство России издает одну директиву за другой. Дума и Совет Федерации пытаются принятием законов ослабить негативные последствия этой глобальной эпидемии или пандемии для жизни людей и экономики страны. Подчеркну, налог коснется только доходов, которые будут получены в 2021 году, а сам налог будет подлежать к уплате только в 2022 году. То есть в текущем 2020 году налог с таких доходов платить не надо. Второе. Налог не будет распространяться на сами счета. Речь идет только о процентных доходах по ним. И причем первые 60 тысяч рублей процентного дохода облагаться налогом не будут. Под налог попадут только суммы, превышающие этот уровень. И третье. Текущие банковские счета, ставка по которым не превышает 1%, ну в частности это зарплатные счета граждан, вообще исключаются из расчета налога. Экономическая стратегия российского правительства охватывает широкий спектр действий. Более 50 миллиардов рублей направляется на строительство новых инфекционных центров, создание и переоборудование коечных мест, закупка специальных автомобилей, скорой помощи для перевозки пациентов, закупка также медицинского оборудования, которое необходимо для лечения соответствующих больных. Кроме того, предусмотрены дополнительные средства для стимулирующих выплат врачей, медицинского персонала, которые работают непосредственно с больными людьми. Одновременно с реализацией экономической стратегии в стране применяются жесткие правила ограничения, иногда даже с использованием силы. После того, как стало ясно, что коронавирусом заражен главврач московской больницы, где содержатся больные, который недавно встречал и сопровождал президента России Владимира Путина во время посещения больницы на прошлой неделе, Путин сейчас находится в домашнем карантине. Российское правительство надеется предотвратить массовые жертвы коронавирусной инфекции и ее пагубные последствия для экономики путем реализации разных мер поощрения и наказания. Саид Али Дараби гостили радио Ирана, Москва.